Здравствуйте! Время новостей на телеканале Саратов 24. Меня зовут Полина Попенец. Я и мои коллеги готовы рассказать о главных событиях к этому часу. Утопают в отходах. Несоответствие оборудования, площадки. Жители поселка в Балакове жалуются на мусорную свалку возле домов. О проблеме узнали на федеральном уровне. Из сердца Богородицы за каждого из нас болит. Надо откликаться на этот зов. В этот раз на покрова Пресвятой Богородицы в Энгельсе решили не устраивать крестный ход, а молитвы прочитали под открытым небом. С подробностями Надежда Новикова. Активный ел, который выносится с очистных сооружений. Взяли на пробу сегодня столичные экологи и проверили, насколько вода в Волге грязная. С подробностями Роман Базан. Что приготовила нам небесная канцелярия в четверг, 15 октября, на святых Куприяна и Устинью, через несколько минут расскажу вам я, Александр Новохацкий. Не переключайтесь. Живут как на помойке. Так жители поселка Сазанлей, что в Балакове, отзываются о своем населенном пункте. В частном секторе не обустроены мусорные площадки. Из-за этого свалку устраивают прямо у домов людей. Жители пытались решить ситуацию при поддержке местной власти, но не вышло. Помощь пришлось просеять у депутата Госдумы. Анна Заболуева узнала, как решилась ситуация. Неужели мы заслужили наш город, который дает области столько? И мы живем вот в этом сраче, на помойке. Для жителей поселка Сазанлей, что в Балакове мусор – главная проблема. Под заборами их участков устроили свалку. Скидывают и пищевые отходы, и строительные. Грудой мусора даже сломали забор одному из жильцов. Люди говорят, теперь их улица превратилась в помойку. Качество вызова ТБО есть, конечно, вопросы. Но и качество обустройства самой площадки под установку мусорных контейнеров. Первое, что мы хотели бы попросить от вас, это посодействовать в том, чтобы эту площадку привели божеский вид. Жители поселка жалуются и на коммунальщиков. По их словам, вывозя мусор с участка, они не убирают спиленные деревья и ветки. А это, в свою очередь, приводит к пожарам. Не так давно один из домов по улице как раз и сгорел из-за этого. Не найдя поддержки у местной власти, с проблемой балаковцы обратились к депутату Госдумы Николаю Панкову. От чего дома горят? В том числе. Конечно. Понимаете? В том числе, потому что они вынуждены эти ветки сжечь. Закон запрещает. Значит, складывать сюда закон запрещает. Как не закон запрещает, а как считает мусорная компания. Слушайте, мы завтра дойдем до того, что нам скажут, выберите свой пакет и несите. Вот там у вас, где троллейбусный завод, я там был, там мусороуборочный полигон. Несите туда. Ну это что такое? По словам парламентария, с появлением единого регоператора в Балакове, качество уборки мусора не улучшилось. Жители отмечают, что они исправно платят деньги в полном объеме. Причем в тариф заложены средства и за доставку, и за переработку, и за контейнеры. Николай Панков предложил создать рабочую группу, в которую войдут жители, чтобы совместно были проработаны вопросы по расположению контейнерной площадки и ее благоустройству. Я думаю, органы прокуратуры делаем заявление, обращение по двум вещам. Несоответствие оборудования площадки. Самое главное, я готов здесь плечо подставить, если нет, обратиться в том числе в суд или найти ей адвоката по защите оплаты сломного забора. Народный избранник отметил, что в других регионах активно практикуют благоустройство мусорных площадок таким образом, чтобы они были незаметны местным жителям. К тому же не создавали неудобства. Опыт соседних областей нужно применять и в Саратовской области, уверен политик. Анна Заболуева, Роман Шельдяев, Саратов, 24. Молитвы читали на свежем воздухе в Энгельсе. К храму на покров Пресвятой Богородицы пришли сотни людей. Это один из главных дней для православных. Он известен уже почти 10 столетий. Традиционно праздник отмечают крестным ходом. Но в этом году из-за ограничений, связанных с коронавирусом, его решили не проводить. Надежда Новикова подробнее. Без крестного хода, но с молитвами под открытым небом. Так в Энгельсе в храме Покрова Пресвятой Богородицы отметили великий праздник Русской Православной Церкви. Покров Пресвятой Богородицы покровчане считают особенным днем. Ведь город Энгельс изначально носил название Покровск в честь первого храма. В этом году, дорогие братья и сестры, к сожалению, в связи с известными всем нам событиями, этот крестный ход не состоялся и тому есть причина. Но, дорогие братья и сестры, думаю, что, несмотря на все испытания и сложности, это никак не влияет на нашу радость, которая есть в сердцах людей. Это никак не может изменить любви покровчан к Пресвятой Деве. Думаю, что все к этим ограничениям относятся с пониманием. История этого православного праздника возникла во времена Византийской империи. В этот день в Константинополе, к которому уже вплотную подошли мусульмане, в церкви, где хранилась риза Богоматери, во время богослужения увидели парящую в воздухе Богородицу, которая распростерла над молящимися свое широкое белое покрывало Покров. Храм Покрова Божьей Матери – это единственный храм в нашем городе, который никогда не закрывался. Исторически это было то место, где все жители нашего Покровска венчались, крестились и отпевали ушедших в мир иной своих родственников. Поэтому этот храм – это место особого притяжения. Любимый и главный праздник именно нашего города и просто реальная благодать ощущается. И сердце Богородицы за каждого из нас болит. Надо откликаться на этот зов. Вот мы сегодня присутствуем при литургии, которая происходит на улице, на свежем воздухе. Но хотя бы так это тоже для нас радость. На праздничную службу в церковь пришли более трех сотен прихожан. Сейчас возле храма Покрова Пресвятой Богородицы, который, кстати, построили в советское время, возводят здание воскресной школы. Надо заметить, что в этом храме очень сплоченный и дружный приход. Вот такую галерею из фотографий прихожан здесь разместили возле церкви. Надежда Новикова, Роман Шельдяев, Саратов, 24. Взяли на пробу. Сегодня в Саратове работали московские экологи. Проверяли загрязненность Волги. Ученые привезли с собой специальное оборудование. Техника показывает не только химический состав, но и сколько в реке отходов из-за пластиковых бутылок. Это проблема во всех регионах, где уже побывали эксперты. Насколько чистая вода в Волге, узнал и Роман Базан. Сегодня в Саратов прибыли столичные экологи. Месяц назад в стране стартовал федеральный проект «Чистая Волга». Члены экспедиции путешествуют по городам и определяют уровень загрязнения реки в густонаселенных и промышленных районах. С собой у специалистов дорогое оборудование. С его помощью можно узнать содержание в воде опасного для здоровья микропластика и других источников загрязнения. Волга нуждается в постоянном изучении. И те методы контроля, которые применимы сейчас, являются такими традиционными, классическими, они, может быть, не совсем подходят для теперешней, нынешней динамичной ситуации. Когда происходят нефтяные разливы, когда происходят те или иные разливы, мы постоянно в информационном поле слушаем о той или иной катастрофе. Катастрофу невозможно предотвратить и даже невозможно ее идентифицировать. Делая измерения раз в месяц или даже раз в неделю, нужен постоянно непрерывный мониторинг. Начали с Тверской области. Позади отбор проб в Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Казани. На очереди уже Волгоград с Астрахани. В нашем городе проверить воду в реке специалисты решили у Солярия в поселке Затон и в районе железнодорожного моста. Мы специально ходили в самое низовье города, для того, чтобы понять, там накопилась грязь или нет. И мы там ничего, по крайней мере, по данным гидрохимического зонда, мы ничего не увидели. А оказывается, прямо перед вашим водозабором есть какой-то сток, который несет, ну, очевидно, судя по виду, это активный ил, который выносится с очистных сооружений. Проверили Волгу и в других районах области. Маркс, Балакова все результаты анализов назовут уже после возвращения в Москву. Да, техника не все показывает сразу. Так что, насколько Волга грязная, ну или наоборот чистая, скажут уже после глубокого исследования. Роман Базан, Роман Шельдяев, Саратов, 24. Детский парк в Балакове лишился колеса обозрения. Это произошло в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Вместо старых аттракционов там появились новые детские площадки и деревья. Преображение детского парка проходило в несколько этапов. Сначала проложили поливочную систему. Клумбы, газоны и деревья требуют ухода. Обновили и пешеходные дорожки. Прошло три этапа реконструкции детского парка за октябрем. 2018, 2019 и 2020 год. Было реконструировано освещение, поставлены мафы, архитектурные формы, малые архитектурные формы. В этом году у нас 1200 или 1400 квадратов у нас было замощение брусчаткой. Высажены каштаны, высажены туи. В прошлом году в этой зоне отдыха отремонтировали территорию вокруг памятника. Сделали дополнительные дорожки, обновили систему освещения. В парке появилась новая прогулочная зона с брусчаткой и клумбами. Балаковцы оценили перемены. Было бы хорошо, если у нас это было бы по всему городу. Вот такая чистота, красота, чтобы везде вот это вот сделали. И не только для детей, и для взрослых. Поменьше пивных, всяких кабаков, а побольше парков. Такой, что вот можно было выйти, посидеть и отдохнуть. Хорошо. Есть где с детьми погулять, есть где просто посидеть. Потому что у нас в городе мало таких мест. Далеко не роскошь. Эксперты подсчитали, сколько россияне тратят на свои машины. Каждый второй укладывается в 5000 рублей. Это без бензина. Лучше остальных сэкономить на содержание удается ростовчанам. Есть и те, кому приходится серьезно тратиться на штрафы. Нарушители снимают не только дорожные камеры, но и очевидцы. Роман Базан изучил очередные видео. Далее рубрика «АвтоХам». За минувшую неделю в нашем архиве накопилось много материалов с нарушениями на дорогах. Сегодня покажем самые выпиющие. Встал, я не присела. Батюшка отравился. Блин, дебил. Первое видео снял наш помощник Патрик на политехнической «Желтой Ладо Гранта». Едва не сбила пешехода на зебре. Девушка не растерялась. Записала номер машины. А это видео ей поможет наказать лихача. Вы считаете себя разумным человеком? Я вас не считаю разумным человеком. Давай. Давай. Бездавай. На кадрах академика Антонова-6 Наталья Петрова просит наведаться сюда патрульных. У подъезда паркуется наглый водитель. Две машины без госномеров. Говорит, попросил убрать транспорт, но он ни в какую. Вам места мало? Вам места мало? Вот это все пойдет в ГИБДД. Через дорогу еще одно нарушение. У 17-й поликлиники автохам бросил кроссовер на зеленой зоне и ушел. А ведь штрафы за подобную парковку с недавних пор внушительные. Сергей Тесленко снял тропыгу на «Опеле». На марка несется по рельсам. Все, чтобы закончить маневр. Автохам рванул на светофоре. После себя только стол пыли оставил. Номер нарушителя на ваших экранах. Первый проезд танкистов в поворот на Топольчанскую. Киа Спортаж несется по встречной через две сплошные. Лишь бы в пробке не стоять. По словам очевидцев, 150 лошадиных сил под капотом не дает автохаму право так делать. Все видеоролики с нарушениями мы уже передали автоинспекторам вместе с теми, что не попали в эфир. Так что спасибо всем телезрителям. Если вы стали свидетелями хамства на дорогах Саратовой области, присылайте видео на электронный адрес редакции. Он на ваших экранах. Давайте бороться с автохамами вместе. Безопасность в приоритете. За минувший год более 117 миллионов рублей направила Балаковская атомная электростанция на реализацию природоохранных мероприятий. К ним относится охрана атмосферного воздуха, очистка сточных вод и обеспечение радиационной безопасности. Об этом сотрудники предприятия рассказали на ежегодной публичной презентации. В этот раз она прошла в онлайн-формате. Как сообщили сотрудники, в 2019 году на АЭС проведена масштабная модернизация. Она гарантирует безопасность работы всех систем и механизмов энергоблоков. На постоянном контроле находится и состояние ограждающей дамбы водохранилища охладителя. По итогам прошлого года за соблюдение всех мер экологической безопасности предприятие стало лидером природоохранной деятельности в России. Это звание присваивается атомной станции уже в 12-й раз. Далее прогноз погоды от Александра Новохадского, а затем мы продолжим знакомить вас с новостями. Для нас наступила жаркая пора. Мы агрария. Работаем на обеспечение продовольственной безопасности страны. Сельскохозяйственный кооператив «Гарант Кредит» поддерживает нас уже 17 лет. Полагаю, что и в этом году, благодаря нашему сотрудничеству, мы получим хороший урожай и высокий доход. Сбережения, вложенные в сельскохозяйство, эффективно используются и могут приносить стабильные доходы. «Гарант Кредит». Телефоны в Саратове. 906-444. 708-444. Генеральный спонсор прогноза погоды – сельскохозяйственный потребительский обслуживающий кооператив «Гарант Кредит». Удобные и выгодные кооперативные программы по сбережениям. Здравствуйте. В четверг, 15 октября, на святых Куприяна и Устинью, в Марксе, Балашове, Хвалынске, Алгае, Перелюбе и Балакове переменную облачность. В отдельных районах возможны небольшие осадки. Ветер южный – 3-6 метров в секунду. Днем до плюс 22 градусов, а ночью до плюс 7. В Саратове и Энгельсе также возможен небольшой дождь и ветер. Температура днем до 19, а ночью до 8 градусов выше нуля. Атмосферное давление – около 756 миллиметров ртутного столба. По приметам, ясное небо в этот день предвещает скорый мороз, а сильный дождь и ледяной ветер. Студенную зиму, а спонсор прогноза погоды компании «Сарпрайт» – широкий ассортимент труб и комплектующих в наличии под заказ. Действует гибкая система скидок. Всем всего доброго, берегите себя, до встречи. Наши специалисты помогут подобрать товар, исходя из вашего бюджета, с меньшей стоимостью, при этом сохраняя качество. Главный принцип нашей работы – качество, доступные цены и соблюдение сроков. Мы уже зарекомендовали себя на рынке и нам доверяют. В четырех селах Мироновского муниципального образования наконец появится чистая вода. Молодые фермеры осваивают миллионные гранты, а местные школы оснащаются по последнему слову техники. Как еще изменилось качество жизни в Питерском районе благодаря реализации федеральных программ в сюжете Альфии Багаповой. Вода проверки прошла. Ответствует всем большим стандартам, как и выводы. Анализ уже сделан. Заключение экспертизы есть? Анализ сделан. Пока анализ сделан, показатели очень высокие. Спасли села от засухи. В Мироновском муниципальном образовании установили локальные очистные сооружения «Лескон». Вода проходит двухэтапную очистку хлорирования и обеззараживания ультрафиолетом. Это стало возможным благодаря реализации подпрограммы Варфоломейского группового водопровода в Саратовской области. Из федерального бюджета на строительство выделили 230 миллионов рублей. С рабочим визитом Питерский район посетил сенатор Российской Федерации Олег Алексеев. Мы сегодня с вами являемся свидетелями того, насколько успешно этот проект реализован. Он охватывает четыре населенных пункта. Более трех с половиной тысяч жителей этих населенных пунктов будут круглосуточно, ежегодно обеспечены качественной водой. И технической, и питьевой. В чем мы сегодня с вами имели возможность убедиться, непосредственно попробовав воду. Вода действительно вкусная, прошедшая экспертизу. Фермерское хозяйство Дмитрия Синдюкова – не менее удачный пример реализации еще одной федеральной программы в Питерском районе. Проект начинающего фермера получил грант размером в 3 миллиона рублей на разведение крупно-рогатого скота. Проект был направлен на приобретение плевенного скота, породы казахская белоголовая, и также приобретение небольшого количества прицепной техники. Основной, естественно, целью реализации данного проекта было разведения мясной породы с последующей реализацией проекта в сторону организации племенного хозяйства. За качество и безопасность мясной продукции отвечает Питерская районная станция по борьбе с болезнями животных. Здесь работают несколько лабораторий, ведется электронный учет по голове скота. Выдача справок и ветеринарных документов производится по системе «Меркурий». У нас исключается солнце попадания животного в один день, когда мы беркуем и на рынок. То есть мы понимаем полностью, и видим, исключена последовательность жизни и дальнейшем животного. И она полностью агрегатируется с системой «Меркурия». Посетил сенатор и образовательное учреждение. В средней школе села Питерка обучаются 511 детей. 192 из них обеспечены бесплатным горячим питанием. Благодаря федеральной программе школа оборудована классом цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста». Власть озабочена и слышит людей, слышит пожелания и наказы. И активным образом в лице Питерского муниципального района, в лице главы администрации Егора Сергеевича активно принимает участие во всех программах, которые только сегодня работают на территории Саратовской области. Работы по благоустройству проведены на территории местного сквера и парка Победы. Установлены мемориалы и ограждения. А вдоль реки Узень облагорожена набережная и смотровая площадка, которая пользуется популярностью среди местных жителей. Альфия Багапова, Максим Пустовалов, Саратов-24. О главном к этому часу все. Еще больше новостей на сайте информационного агентства Саратов-24. Я же с вами прощаюсь и желаю вам всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!